Ой, блядь! Вован, тебя все-таки нашли? Ару, блядь! Здарова, братаны, вы на канале Дьюфлей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем начинать проходить Иной Мир 2. Тентеншн. Ну нахуй, пошел нахуй! Всё, спасибо. Из Ubisoft? Activision! Олдскольная заставка была. Это вообще сплойки, что ли? Продолжение в студии производства. Погет. Ставил и разработал наушниках. Наушниках! Ладно, я в принципе и так в наушниках. Громкость настолько выкручивать не буду. Данная модификация это продолжение ранее вышедшего мода Иной Мир 2.0, который мы прошли. Обязательно пройдите первую часть, ибо в противном случае вы не поймёте сюжет. Но если вам уже известны такие персонажи, как Артём Бим Тимового, то добро пожаловать в новая игра! Погнали! Наконец-то! Муфаса! 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 Иной Мир! Альтернатив! Муфаса! 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 Слышишь, то проснулся! А если проснулся, то может мы... Виола встала и подошла к Артёму. Такого диалога при жизни вроде не было. Сознание изменяет его само. Ибо в деталях запомнить могут не только лишь все. А вот и обед. Но со временем он скорее всего не совпадает. Отстань! Сказал он Виоле, которая уже сидела на кушетке. Ой, все! Тогда иди на завтрак и не приходи больше! Сказала она, сев за свой стол. Его значит приносят, ему опять плохо, а он... Опять? Приносят? Чувак, при жизни не было таких фраз. Да и приносили тебя только один раз. Виола, а какое сегодня число? Совсем уже обнаглел. Я его отчитываю, а он... Какое число? Грубым тоном прервал он ее. Двадцать пятое! Крикнула она, закрыв лицо руками. Артем вскочил с кровати. Застегивая рубашку, он сказал... Виол, прости, я не хотел тебя обидеть! В ответ Виола промолчала. Артем выбежал на улицу. Что происходит? Да я сам не все понимаю, но похоже мы живы. Быть не может, я точно помню как смерть. Да я тоже помню, но это было в ночи с двадцать четвертого на двадцать пятая. Я не знаю, почему мы здесь. Ведь если верить ангелу, то мы должны были просто исчезнуть. Но, как ты видишь, мы все еще в лагере. Смена не закончилась. Значит, у нас еще есть шанс вернуться домой. А сейчас я хочу найти Вавана, Наташу и всех остальных. Надеюсь, они живы. Откуда ты знаешь, что они тогда? Когда смерть захватила твое тело, я не мог говорить. Только после того, как она убила тебя... Я... я понял, не продолжай. Приятно снова тут пройтись. Смотри, парни из третьего отряда. Живы-здоровы! Вика! Вот только... Что? По регламенту сейчас должен идти экзамен. И что? Ты дальше будешь искать несостыковки? Тебе же ясно сказали, если смерть поглотит твою душу. Да, то я исчезну. Но ты не исчез. И я с тобой разговариваю. Тогда ответь мне на один вопрос. Что это тогда было? Спросим у пионера. Ага, ну да, точно. Улыбнувшись, подумал он. Артем заметил проходящую за статуей Ольгу Дмитриевну. Черт возьми. Впервые рад ее видеть. Ольга Дмитриевна! Ольга Дмитриевна! Крикнул он и побежал в ее сторону. Ольга Дмитриевна! Тёмка, как ты себя? Он обнял ее. Ты чего? Ольга Дмитриевна, как я рад вас видеть! Хе-хе-хе, и я рада, что с тобой все в порядке. Ольга Дмитриевна, а Наташа, Вова где? Они все в клубе робототехники, отмечают победу. Победу? Ну, на экзамене у нас самое большое количество баллов. Но ведь по регламенту экзамен ещё идёт. Тут мы вас немного обманули. Экзамен длился 12 часов. Не будем же мы детей в лес на 48 часов отпускать. Да и к тому же в первые 5-6 часов очень много человек сняло из экзамена по состоянию здоровья. Понятно. Ну ладно, я пойду к своим. Хорошо, увидимся. Выходит, что мне всё приснилось, что ли? А я... Я тоже помню. Нужно спросить у Вовы. Он одной из основных действующих лиц во всём этом. И ес... Если всё и правда... Тихо! Артём остановился перед дверью. Прильнул ухом к двери и стал слушать. Ну чё, родной рот, погнали нахуй! Ебаный рот! Блядь! Из здания клуба вылетел Вова. Артёма ударом двери толкнуло с крыльца в кусты. Ульяна, блядь! Иди сюда! Вова зашёл обратно в клуб и закрыл дверь. Вот это прикол! Мда... Такого я ещё не видел. Артём встал, отряхнул форму и снова подошёл к двери. Ну чё, родной рот, погнали нахуй! Ебаный рот! Опять, что ли? И вновь из двери вылетел Вова, но в этот раз Артём успел отойти. Вова, блядь, какого хуя вы тут творите? О, а вот и Тёма, живой и здоровый! А чё со мной не так? Вова закрал дверь клуба и сел на ступеньки. Ну, ты же... Да ты бухой, сука! И чё? Тоже будешь за мной бегать? Как Ульянка? Нет, мне нахуй ты не сдался! Лучше скажи, ты помнишь про ангела и смерть? Выждав паузу, Вова ответил. Чё, блядь? Какие ангелы и смерти? Блядь, ясно. Он либо слишком пьяный, либо и правда не помнит ничего. Тогда почему я в медпункте проснулся? Ахахаха, ну ты даёшь! И правда ничего не помнишь? Ну ты чёрт! Артём, грозно уставившись на него, продолжал слушать. Ты же герой у нас! Ахахаха! Ты же Наташу в лагере администрации понёс! А на обратном пути сам слёг с температурой! Ахахаха! Ахахаха! То есть? Всё, что было, это сон? Но как же, как мы, ты и я помним? А сон, пока Артём погрузился в раздумья, Вова уже говорила о другом. Вот так мы и победили на экзамене. Опять какие-то загадки. Праздновать собрались. Значит, ангела не было. А бутылка только у меня есть. Ульянка тоже хочет, но я ей не дам. Сука, нужно найти этого пионера. Вот за мной, вот она за мной и бегает. Вот ты где! Иди сюда! Чё, мы с меня пора, потом поговорим. Сказал Вова и рванул со всех ног от Ульяны. Ульяна же побежала за ним. Ммм, да. Может, пионер тебе создал этот сон? Специально, поиздеваться. Я не знаю, возможно. А для большего эффекта и меня туда засунул. Подобная дичь уже была. На третий день, когда я уснул на пляже. Только тот сон я не помню. Странная хуйня. Так, ладно. Нужно зайти, что ли? Хочу увидеть их. Да, к слову, некоторое музло я повыпиливал. Особенно хе-хе-хе Теншина. Потому что за него, бля, пиздец, сразу прилетает АП. Так что, впизду его. Зайдя внутрь, Артём увидел такую картину. В сантре стола стояло радио, по которому играла какая-то совковая мелодия. Аня пыталась включить кумпухтер. Женя листала какие-то журналы про... Работотехнику. Оля и Наташа пытались собрать модель самолёта. Ммм, да. Как говорится... Это точно. Артём быстрым шагом подошёл к Наташе и поцеловал её. Потом обнял её и долго не отпускал. Ну, Тёма, с улыбкой сказала она. Как ты себя чувствуешь? Отлично, просто идеально. Не скрывая счастья, ответил он. Фу, как отвратительно. Да ладно тебе, а по-моему, очень мило. Просто у тебя никого нет, вот ты и бесишься. А почему у Женьки... Такая поза, как вроде бы она собирается садиться на хуй. Не отрываясь, сказала Аня. А ты просто не можешь... Не хочешь замечать того, что ты тоже одна. Хватит, не ссорьтесь. Да, я, пожалуй, пойду. Сказала Аня и направилась к двери. Вдруг дверь открылась и в клуб забежал Вова, а за ним Ульяна. Вова бегал вокруг стола, а Ульяна населась за ним. В её руках была швабра. Так продолжалось ещё секунд десять. Пока Ульяна не додумалась побежать навстречу к Вове. Но он успел среагировать и побежал в обратную сторону. Стой, сука! Каждый раз, получая швабра, и Вова блякал. Наконец-то Вове дошло, что лучше выбежать на улицу. На следующем круге Вова выбежал, а Ульяна остановилась. Есть что-нибудь тяжёлое? Спросила она, бросив швабру. Аня, Аня достала из кармана камень и дала его Ульяне. Камни с собой носят. Ульяна вышла на крыльцо и зарядила камнем в убегающего Вована. Точно в цель! Зараза! Он так ничего ей не сказал! Ульяна, прекрати! Чего ты его достаёшь? Так, Ульянка, пойдём отсюда! Сказала Аня и схватила Ульяну за руку. Ну и пиздуйте, больно нужны. Тебе-то точно! Тёма, можно тебя на минутку? Да, хоть на две! Да, конечно! Наташа отвела его в сторону. Скажи мне, пожалуйста, почему ты так подло поступил? О чём она? Не знаю. Насчёт чего ты? Я про то, что ты заставил Вову испачкать меня на экзамене. А-а-а! Но ведь по-другому ты бы не согласилась сняться с экзамена. И не спорь, я тебя хорошо знаю. Мне и не нужно было сниматься, я могла продолжить. Но если бы ты осталась, то мы бы проиграли. А откуда тебе знать? Все отряды знали, что ты капитан. А так никто не догадался, что капитан уже я. А мне Вова сказал, что он сделал так, чтобы мы победили. Вот же, мразь, всю славу себе, а меня в медпункт. Ну, он ещё ответит за своё враньё. Давай закроем тему. Хорошо. Что сегодня делаем вообще? Ольга Дмитриевна решила нам... Разрешила нам отдохнуть. Сколько я уже в этом лагере, а нихуя не делаю. Только сахар потаскал немного. Даже заняться чем-нибудь хочется. И вы решили собраться тут? Ну, вообще-то мы тут не просто собрались. Мы хотели придумать, чем будем заниматься. Ну и как успехи? Полагаю, хуёво. Ну, Вова предлагал выпить. Да ему уже, походу, хватит. Никто не стал отказываться от этого. Но это можно сделать ближе к вечеру. Нихуя себе! А ты разве пьёшь? Разве что только чуть-чуть. Ага, блядь. На донышке. Ты не перестаёшь меня удивлять. Ладно, Аня с Ульяной. Они за бутылку Родину продадут. Чёрт, с Кристиной. Я её мало знаю. Как говорится, в тихом омуте чёрти водятся. Женя это вообще баба припизнутая. Но Наташа? А Оля? Она с Вовой общается. С ним без градусов тяжело. Ладно, и что вы придумали в итоге? Мы решили пойти на пляж. Так, и когда? Мы спорили, после обеда или до. Ульянка начала бегать за Вовой. В итоге решили пойти до обеда. Сейчас все вернутся и пойдём. Думаешь, что Аня и Ульяна придут? Конечно. Они больше всех доказывали, что лучше идти на пляж до обеда. Я уверена, они по своим делам сейчас сходят и вернутся. Ну, ладно. В здание клубов зашёл Вова. Ой, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вова, тебя всё-таки нашли? Ору, блядь. Вот куда ушли Аня с Ульяной. Подавила смех Наташа. Вова? Ух, я им. Да не они это. Двое парней около площади прессанули. Чё за черти? Как они выглядели? Да не помню я уже. Один увломил, а второй ржал где-то рядом. Да всё норм. Забей. Ха, ну ладно. Лох это судьба, как говорится. Артём! Ладно, ладно. Блядь, я эту хуйню забыл вырубить. Следующие 10 минут все занимались своими делами. Они пытались помочь Вове, который делал вид, что всё хорошо. Артём с Наташей сидели за столом и разговаривали. Женя складывала журналы по алфавиту. К ним пришла Кристина. Её сразу смутил бардак. Она принялась убирать разбросанные вещи. И казалось бы, что всё как прежде. Будто ничего не произошло. И только Артём и Стимой тяготил груз странных воспоминаний. Но, тем не менее, потяготит их этот груз уже до следующего раза. Что ж, а сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok